Привет, знатоки, опытные кулинары, повара 5-го разряда, 6-го, мастера-повара, бригадиры, шеф-повара с 30-летним опытом. Скажите, пожалуйста, вы почки умеете готовить? Бараньи, телячьи. В чем их вымачиваете? В уксусе, в молоке? В чем вы вымачиваете почки, чтобы они ничем не пахли? Хотите, я, Сталик Ханкишиев, кулинар-любитель, раскрою вам секрет почек, чтобы они не пахли? Это бараньи почки, это телячьи, ну, уже такая практически корова. А вот это почки, которые продают на базаре. Вот эти почки можешь вымачивать, не знаю, в молоке, в уксусе. В чем хочешь, можешь вымачивать. Они так и будут вонять, потому что почки на базаре покупают редко. Люди не умеют их готовить, опасаются, боятся. У мясника они лежат, 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 копятся, превращаются вот в такое. И потом люди думают, как же избавиться от их запаха. Никак, никак не избавиться. Но, впрочем, есть один способ. Посмотрите, вот здесь у меня мусорное ведро. Я беру и вот так вот избавляюсь от запаха почек. А вот эти почки не пахнут ничем. Кто зоологию учил, кто ботанику учил, кто биологию, кто анатомию учил. В общем, есть среди нас грамотные люди. Вы с ними поговорите, они вам расскажут, что запах от почек образуется вовсе не в самих почках. Запах от почек образуется ниже по этому тракту. Вот эта пленочка, видите, которая покрывает почки, она снимается очень просто и легко. Вот так. Вот она. А вот это, дорогие друзья, мочеточники. Честно говоря, и в них тоже запаха никакого нет, но они все время между зубов застревают. О, посмотрите, я хирург, настоящий хирург. И вот я понимаю ваши вопросы, ваши недоумения. На базаре почки, скорее всего, плохие, скорее всего, с запашком. А где же брать хорошее? Этот вопрос наука кулинарии не изучает. Этот вопрос изучает наука социологии. Надо уметь общаться с людьми, надо уметь найти общий язык с мясником. Но вот эти надрезы, которые я сейчас сделаю, понимаете как? Я не прорезаю до конца, донышко остается целым. Я только надрезаю почки через каждые 3 мм. Вот посмотрите, видите, как прямо столбиками получается, солдатиками. И потом каждую почку пополам. Это будет как раз удобный кусочек, чтобы взять его китайскими палочками и отправить в рот. Я не случайно заговорил про китайские палочки. Дело в том, что этому рецепту я научился в Ташкенте, в уйгурском кафе. В начале 2000-х уйгурская кухня стала очень модной в Ташкенте. Начали приезжать уйгуры из Китая, из Синьцзянь-Уйгурского автономного округа. И многие открывали точки общепита. Уйгурский лагман, уйгурский лагман везде. А в одном месте было написано уйгурский лагман и тысяча других уйгурских блюд. Ну-ка, думаю, пойду, пойду, посмотрю, что там за такие тысяча блюд. Просторный двор, здание, а кухню видно через окно, окна открыты. И там орудует молодой парень китайский, вот такие воки подбрасывает вверх, языки пламени вспыхивают. Ну, в общем, вы все это в кино видали. Но этот парень был не китайцем, он был уйгур, его звали Турсун. Официантка попалась такая, что не могла объяснить ничего из того, что там было опубликованное меню, как это готовится, как это выглядит, неопытное. Я пошел к повару разговаривать, заговорил с ним по-узбекски, а слышу, что он не очень-то и понимает. Я говорю, ты кто по нации? Он говорит, я уйгур. Ну, уйгуры-то и у нас жили. Я говорю, ты оттуда? Он говорит, оттуда. Я говорю, слушай, брат, готовь, что сам хочешь. Он говорит, почки. Я так поморщился, думаю, ну, почки, что же это будет такое? А потом понял, нет, подожди, марку терять нельзя. Вот какой мочеточник огромный. Сказал, готовь, что хочешь парню, пусть готовит, что хочет. И согласился. Турсун приготовил почки так, что я потом за этими почками стал туда регулярно ходить. И каждый раз смотрел, как он готовит. Ну, послушайте, что один человек делает, другой тоже сможет делать. Но Турсун готовил почки очень просто. Сами почки, масло, некоторые специи, о которых потом поговорим. Вот так порезанный лук, обратите внимание, чешуйками крупно порезанный лук и чеснок. Вот чеснок необходимо порезать мелким кубиком. Но я сегодня решил украсить это блюдо. Я решил добавить кое-каких других овощей. Остальные овощи я порежу в китайском стиле, то есть длинными ломтиками. Мини-морковь, наверное, достаточно порезать на 4 части. Мини-кукурузу разрежем ломтиками наискосок. Точно так же нарежем фасоль или что-то. Вот эти овощи готовятся несколько дольше, чем нежные мини-цукини и мини-болгарские перцы. Тем не менее, цукини давайте тоже нарежем удобными ломтиками. А болгарский перец я нарежу тоненькой соломкой. Мы его опустим самым последним, чтобы хрустел буквально. Дорогие друзья, нам придется на время приостановить приготовление почек по-уйгурски, потому что ко мне приехал в гости хороший друг Андрей Куспиц. Сталик, я привез тебе колбасный шприц. Зачем? Потому что я написал книгу «Колбасология». Колбасология, колбасное производство ремесленное и домашнее. Дорогие друзья, я колбасу не ем. Я ем колбасу, только если к ней имеет отношение мой друг Андрей Куспиц. Ну что, поколбасим? Мясорубка, миксер, колбасный шприц, хорошее мясо и хорошее настроение. Вот и все, что вам понадобится для того, чтобы приготовить первую в вашей жизни колбасу. И самое простое, что мы сделаем, это колбаски для гриля. Поскольку у тебя, насколько я вижу, остается баранина, говядина, нам пригодится немного курдючного жира. Первым делом измельчим мясо. Здесь вот эта прекрасная мясорубка системы Enterprise, или как говорили до империалистической Enterprise. Да, на манер французский такая мясорубка была придумана бароном Карлом Дрэйзом в 19 веке. И диаметр решетки здесь 3 миллиметра, этого нам вполне достаточно. Однако для упражнений в долмашней колбасологии лучше всего иметь решетки разного диаметра. У меня все есть. Дядя Андрей, скажите, пожалуйста, откуда вы это все знаете? Не знаю, книжки читаю давно. И теперь даже пишу. Так что книга, дорогие друзья, вполне серьезная. Хотите заглянуть? Трисоли, поваренная, нитрит и фосфат. Андрей, ты что, используешь в своей колбасе химию? Фосфат содержится в нашем обмене веществ в колоссальном количестве. Мы каждый день едим фосфаты в мясе и так далее. Правильно, рыба содержит много фосфора. От фосфора голова хорошо работает. Иногда это нужно, и также иногда нужен нитрит или нитрат. Поэтому если вы боитесь нитритов и нитратов, то овощей есть, наверное, не стоит. О, а это кто? Что за дяденька такой успешный? Такой успешный, Господи, с таким счастьем и в книге про колбасу. Очень хороший парень, конечно. Мы же с ним сделали этот колбасный цех. Дорогие друзья, колбасный бизнес, штука достаточно выгодная. Иначе бы Аркадий наш, Свет Новиков, никогда бы в жизни этим делом не занялся. Ну, мы не про бизнес, мы про искусство. Это ты про искусство. Паштет тесте, риет из курицы. Вы знаете, что такое риет? Я пробовал однажды, меня Андрей угощал. Андрей, вот люди интересуются. Ты вообще что у нас? Француз? Ну, так получается, что я и француз, и русский много лет жил во Франции. Занимался как раз, работал связанной с мясом и с экспортом различных интересных продуктов. Поэтому, конечно, я учился колбасе у французов, у французских именно ремесленных ребят. Вот у тех, у которых дорого, богато и очень вкусно. Да, но колбаса совсем из мяса не может стоить дешевле килограмма мяса. Если колбаса стоит 200 рублей за килограмм, мы понимаем, что ее не грех съесть и в пост. Поэтому все относительно. Так, мясорубку мы уберем. Дядя, разрешите мальчику убрать мясорубку? Пожалуйста. Сегодня у меня в подмастериях сам Сталик. Как приятно. Так. Колбаса логия. И сосисковедение. Но это будет потом. Андрей, неправильную ты книжку написал. Следующая книга должна называться «Колбаса и самогон». Гениально. Стало быть книга, так книга. Я предлагаю это сделать вместе. Я умею делать только фотографии. Соли у нас будет. А ты вот так держи, я тебе подсыпать буду. Да, хорошо. Сколько грамм? У нас будет 12 граммов соли на килограмм. Здесь килограмм 800, поэтому давай 24 грамма положим. 22. Если мне не изменяет математика. 22 грамма. Лучше не пересолить. И затем перца мы добавим 8 граммов. Давай. Ай, досыпись, да? Ну и прекрасно. У нас будет 6. 6,2 грамма. Слушайте, в этом зоопарке тигра мясо не докладывают, а на кухне Сталика Ханкишиева не доложили перца. Кошмар. Это сушеная мята. Азербайджанская. Водка местный, сигарета американская. Ох. У Сталика дома самый вкусный чай, который где бы то ни было можно выпить. Видимо мята тоже будет самая вкусная. И зира. Зира и мята прекрасно женятся с бараниной. Здесь у нас и баранина, и говядина, и курдючный жир. Поэтому это будет... А ты не слишком ли много курдючного жира положил? Нет. Вредно не будет? Нет, это будет только полезно. Мы же с тобой делаем. Дядя Андреевич, сделай мне, пожалуйста, повреднее. Лечь бы вкусно было. Это будет полезная и вкусная колбаса. Давай я тебе помогу. Помоги, пожалуйста, дорогой. Отлично. Миксер у меня импортный, очень хороший. Мед. Мед чеченский, не халам-балам. Теперь нам все это нужно включить на небольших оборотах. Можно побыстрее, поживее. И поднимаем, да? Фарш должен быть хорошо вымешан. И в фарш мы также добавим небольшое количество жидкости. Это может быть вода или вино. Дело в том, что для того, чтобы колбаска для гриля была сочной, большая ошибка добавлять очень много жира. Слишком много не нужно. Сочность складывается не только из наличия жира, но также и влаги, коллагена и всех остальных элементов. Поэтому слишком перенасыщать жиром нам тоже не хочется. Вино добавит немного ароматики. Это хорошее белое вино. Вот. И сделает наши колбаски для гриля вкусней. Вкусней или интересней? Что, вкуснее магазинных? Твой люля-кебаб же вкуснее магазинного. Спрашиваешь? После того, как мы сформируем наши колбаски, они должны побыть в холоде, повисеть в холоде 12 часов. Андрей, не могу, на самолет опаздываю. Мне в Баку лететь надо. Нельзя ли поскорее? У меня как раз печь горячая. Съедим сразу, но вкуснее они будут завтра. Хорошо. Ну вот, мой дорогой, у нас фарш уже стал гомогенным, однородным. Тянутся белые нити разбитых белков в пограничном слое. Точно, как про люля-кебаб говорит, а? Да. Если мы не наденем, например, на шприц кишочку, у нас получится шикарный люля-кебаб. Слушай, натягивай кишки. Вначале займемся фаршем. Кишки – дело минутное, вот. Желательно его формовать такими шарами, чтобы там не образовалась полости воздуха. И затем, с силой, мы бросим его в наш рецепт. Ой. Друзья. Бывает. Так, теперь снимем перчатки. Уберем уже вот это. И займемся мокрым делом. Как говорит друг и учитель Пьер Корде, он говорит сейчас, что дальше берем цевку и характерным дамским движением натягиваем кишечки. Смотри, еще у меня вырутики обвиняет. Сам какой. Ух ты! Вот как надо. Ну, совершенно не обязательно. Можно было натянуть и здесь, но так в нашем варианте это проще. Ну, конечно, когда вот так стоит лучше. Теперь прижмем рукой для того, чтобы выдавить воздух максимально. Оп. Вот у нас появился фарш, да. И захватываем первую кишочку. И сейчас я попрошу тебя мне ассистировать медленно крутить эту ручку. Вот. Медленно. Да, отлично. Можно чуть побыстрее. Еще быстрее? Да, можно. Шайка. Хорошая вещь. Древнейший колбасный шприц найден был в Северной Африке. Им около 7 тысяч лет. Поэтому вещь очень древняя. Значит, арабы делали. Выходит, колбаса – наше блюдо. И более того, древнейший письменный рецепт, ему 4,5 тысячи лет, записан клинописью – это месопотамия. Так что… Опять наши. Слушай, там наши ходили. Стоп. Сейчас эта кишочка у нас закончилась. Поэтому мы сейчас ее сформуем в колбаске. Нужно будет ее проштриковать, то есть, соответственно, наделать в ней дырочек, для того, чтобы вышел лишний воздух. Для чего? Нужно, чтобы она побыла около 12 часов в холоде, отвиселась после того, как колбаса готова. Процесс называется осадка. Во время этого фарш должен успокоиться после всех своих передуваний. Он сейчас взволнованный такой. Он очень взволнован, перемешан. Специи должны хорошо пройти. Обязательно. Вот. И дальше мы сформуем, ну, наверное, вот примерно такой длины у нас будут колбаски. Как ты это делаешь? Нет, все очень просто. Мы отмеряем колбаску. Например, можно отмерять их по определенной длине. Отмерили, по ножику взяли следующую колбаску, прижали и затем просто сделали вот такой оборот. И все. Вот она у нас готова. То, что я сейчас делаю, я перехватываю, потому что это самодельные домашние колбаски. Я перетяги перехватываю для того, чтобы они не раскрутились. И фарш, и черева, оболочка, они запомнят свои формы после того, как они повисят. Жалко, что Новый год прошел, а? Смотри, какая игрушка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Я пойду повешу куда-нибудь. Андрей, ты же никуда не торопишься? Нет, конечно. Мы еще должны закончить приготовление бараньих почек по-угурски. Покушать, посидеть, чай попить. Конечно. Колбаса пусть повисит. Вот, правильно. Это самое правильное. Колбасе спешить некуда. Красота. Да. Чем отличается казан, узбекский казан, от китайского вок, в котором готовят и уйгуры? Китайский вок, вот он какой легкий. Чем легче, тем дороже. А узбекским казаном вот так не помашешь. Почему китайцы и уйгуры перемешивают продукты подбрасыванием? Дело в том, что нарезка вся тоненькая, перемешиваться все должно очень быстро. Будешь вот такой шумовкой перемешивать, из всего этого каша получится. А когда перемешиваешь подбрасыванием, во-первых, можно поддерживать очень высокую температуру, не пригорит, потому что постоянно у тебя все взлетает. Во-вторых, ничего не поломается. Ну-ка, как у нас свох? Понятно, какой нагрев? Не успели налить, все уже кипит. Хорошая щепоть соли, и в ход пошла морковь и кукуруза. Кипит все так быстро, что вода того гляди испарится. Ребята, но без масла невкусно. Без масла и без соевого соуса овощи не бывают вкусными. Все, все, шестым чувством, не засекая никаких градусов, не засекая времени, секунды, минуты, обо всем думаю свысока, понимаю, что это готово. И это очень хорошо готово. Фасоль, чуть-чуть воды, чтобы только соли было где раствориться. Вот эта фасоль бывает очень вкусна с чесночком, чуть-чуть чеснока, пол столовой ложки. Чтобы чесноку было куда отдать свой аромат, 2 чайные ложечки масла. Фасоль тоже готова. Долго готовить не надо, минутка-две. Ее и сырой съесть можно. И ту морковку можно было съесть сырой, и кукурузу эту можно съесть сырой. Правда, сырая кукуруза, это не самый вкусный продукт. Но зато болгарский перец и цукини продукты, что надо. Щепоть соли, немного масла добавлю. Не просто готово, а очень готово. Наливаем масло. Вот теперь наливаем масло не менее 2 столовых ложек. Ждем, когда нагреется. Не более чем половина почек, только половина. Больше не надо, иначе не пожарится так, как надо. К почкам приправы. Ну, во-первых, немного соли. Во-вторых, немного имбиря, чуточку куркумы, совсем чуть-чуть черного перца, зира. Сейчас почки развернутся, превратятся в эдакий ежик. И вот между этими маленькими ломтиками почек должна забиться очень вкусная зира и немного острого перца. Стоп, товарищи! Это еще не все. Это еще не все. Смотрите сюда внимательно. Вот у меня лук, вот у меня чеснок. Чеснока кладу ровно половину, больше он мне никуда не нужен. Лука кладу тоже ровно половину, больше он мне никуда не нужен. Лук должен остаться живым, он должен продолжать хрустеть. Вы смотрите практически в режиме реального времени. И почки, хотите верьте, хотите нет, они уже готовы. И именно сейчас они имеют свою наилучшую консистенцию. Кто хочет, может готовить почки 2 часа, 3 часа, 6 часов. Ради бога, я не против, я за это не голосовал, но эти почки готовы. Но это еще не все. Из почек выделялся сок. И вот этот сок на бортах моего вока. Я не настолько глупый, чтобы оставлять самое вкусное. Мы сейчас сделаем вот что. Мы растворим этот белок в воде. И в эту воду мы еще раз опустим все овощи, а потом и почки для того, чтобы все прогрелось вместе и превратилось в единое блюдо. Вот хорошо, все хорошо. Закладываем овощи. Возвращаем обратно почки. Это ответственный момент, двумя руками надо сделать. Один раз перемешаю, вот буквально один раз, чтобы все смешалось друг с другом. Там внизу жидкость есть. Не надо, чтобы эта вкусная жидкость прилипла к продуктам. Что я для этого сделал? Вот здесь 1 ложка крахмала, которая растворена в 1 ложке в воде. Вот так вот поливаем, перемешиваем. Крахмал превращается в кисель. Кисель отлично липнет прямо на продукты. Все готово, очень даже готово. Выкладываем на блюдо, на большое красивое блюдо, чтобы уместилось и чтобы всем хватило. Чего не хватает? Может кто-нибудь скажет, что здесь хлеба не хватает или риса не хватает? Нет, зелени здесь не хватает, а все остальное здесь уже есть. Я желаю вам больших успехов, хорошего настроения и приятного аппетита. Нам пора перекусить, пока не остыло и колбасу доделать надо. Я желаю вам единственный� вам помню. Круто выжить. Я желаю вам помню. Не очень много. Я желаю вам помню. Субтитры сделал DimaTorzok Да, хорошая книга. А подать мне колбаски с бараниной, мятой, зирой, медом, черным перцем, с курдюком прямо в натуральной оболочке. В моем доме попрошу не выражаться. А как едят такие колбаски? Просто едим. Да, конечно, да. Они прекрасно, мне кажется, подойдут для таджин и для таких вот вещей. То есть они с булгуром, то есть это очень хорошая вещь. Таджин, булгур. Откуда он слова такие знает? Смотри, с виду простой. Попробую, посмотрите на цвет внутри. Цвет внутри от серого до розового. Весьма сочный. Ты мне лучшую правду скажи. Ты меня раньше почему такими колбасками не угощил? Потому что не было у тебя колбасного шприца и книги. Дорогие друзья, теперь у вас есть возможность купить книжку. И самим делаю такие колбаски и такие, и другие. Андрей, Андрей Куспиц, голова. Сверху голова, а снизу мощный живот. Спасибо, дорогой. Дорогие друзья, вот здесь вы можете подписаться на наш канал. Вот здесь вы можете заказать книги с автографом. Если вам не нужны книги с автографом, но вам понравился сегодняшний сюжет, поставьте лайк. Вот здесь есть еще один сюжет, который вам, точно говорю, понравится. А вот здесь другой сюжет, который поможет понять сегодняшнюю тему.